Кстати, вот они же наставили на том, что они не хотят крови, но посмотрите, они же убили сколько пилотов. Этот Ил с 10 людьми рухнул, в принципе, да, и Пригожин сказал, что ребята на ПВО просто по всему стреляли, что летело. То есть, получается, этот мятеж таки оказался кровавым, плюс еще, ну, обескровил немножечко, или немножечко, не знаю, российскую авиацию. То есть, делали за нас. Зачем? Смотрите, итог, на самом деле, еще нам предстоит только подсчитать, но ущерб огромный. Во-первых, это деморализация российской армии, которая показала, в принципе, что власть у них далеко не монолитна. О том, что можно совершенно безопасно и без последствий для себя устроить военный путь, тебе за это ничего не будет. Далее, ну, как бы, можно, конечно, шутить сколько угодно, но город Ростов стал самым крупным городом, который российская армия взяла в ходе так называемой СВО. Миллион сто одиннадцать тысяч населения российская армия отбила его у собственной частной военной компании «Вагнер». Это самая крупная победа, на самом деле, российской армии за ход СВО. Кроме того, уничтожены были, по крайней мере, то, что мы знаем, не менее шести вертолетов, сбито как минимум один, возможно, два самолета. Уничтожена крупнейшая авиабаза с авиационным керосином в Воронеже, которая снабжала керосином, критически важным для всей южной группировки российских войск. То есть, это то, что мы ее пытались уничтожить, неоднократно запускали туда дроны, не получилось. И вот «Вагнер» все это сделал. Далее невозможно подсчитать ущерб российской экономики из-за того, что скакнул курс валют, и россияне массово бросились скупать валюту по завышенному курсу. То есть, это огромный удар по их экономике. Упали акции российских компаний. Массовое бегство из России олигархов, богатых людей. Билеты продавались по цене в десятки раз превышающей их номинальную. Уничтожены, перерыты десятки километров стратегических трасс, которые разрывали эвакуаторами. Это все предстоит. То есть, нарушили все грузоперевозки, логистика нарушилась. В конечном итоге, что произошло в результате захвата штаба так называемого объединенного командования российской группировки в Украине, который находился в Ростове, никто не знает. Не уплыли ли какие-то секретные документы. Поскольку все это контролировал Пригожин. И они, поскольку у них длительная война с Шойгой Герасимов, вполне могли в качестве компромата вынести оттуда некое количество секретных документов. Ну, или как минимум их скопировать. Этого никто не знает. Но у них было, поверьте, достаточно времени, плюс снятие информации с серверов. Они могли вытянуть все планы военных компаний, так называемые СВО. И куда их денет даже Пригожин, один бог ему знает. Учитывая то, что американская разведка знала о мятеже Пригожина, был соответствующий брифинг, сделан для президента Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN. То есть, американцы ввели всю эту ситуацию, они знали о том, что это случится. Об этом знала и российская разведка. Но почему-то Путина не проинформировала. И поэтому теперь, как результат, поскольку Пригожин это бизнесмен, располагаясь секретными данными, за крупную сумму денег, несколько миллиардов долларов, он вполне возможно продаст эти военные секреты. Теперь американцам спокойно это сделают. Кстати, были предположения, да и был указ, в принципе, на ликвидацию Пригожина, потом он якобы был отменен. Как думаете, в принципе, грозит еще Пригожина уничтожение физическое? Ну, конечно. Его жизнь до конца, сколько бы ему ни осталось, он будет находиться, ходить под, скажем так, гилетиной ликвидации. И вот, в принципе, заинтересованы ликвидировать и Путин, и его покровители, поскольку он слишком много знает. Но мне почему-то кажется, что все же, поскольку по своей натуре он бизнесмен, а не военный, он рассчитывал свои риски. Да, он рискованный, но он рассчитывал, он понимал, с кем он имеет дело. Поэтому я думаю, что, возможно, ему удастся спокойно скрыться некоторое время, вести свою деятельность либо на территории Беларуси, либо Африки. Он уйдет и продолжит заниматься там своими бизнес-проектами. И вполне возможно, что он даже уйдет под защиту федеральных органов США со временем. То есть, уйдет по программе защиты свидетелей, сдастся туда и будет где-то, проведет пластическую операцию, сделает, поменяет документы ему. И самое главное, он может выступить важнейшим свидетелем в отношении военных преступлений Путина. То есть, он знал, что он делает. То есть, этот человек далеко не глупый, он авантюрист, он преступник, безусловно, но он прекрасно знает, что он делает. И поскольку он понимает собственную ценность, я думаю, что вполне возможно, он сбежит на Запад и останется жив. И еще умрет своей смертью через много-много лет. Субтитры создавал DimaTorzok